Первым пунктом нашего космического адреса давайте мы запишем как раз таки улица Спартаковская, а вторым пунктом нашего космического адреса мы запишем, ну, допустим, город Казань, как вариант. Давайте мы теперь отлетаем подальше и обратите внимание, Казань находится буквально на изгибе реки Волга. Так, если что, если вы вдруг потеряетесь в космосе и хотите вернуться обратно в город, вы можете как раз таки ориентироваться по реке Волга. Давайте мы отлетим еще дальше и обратите внимание, река Волга переливается с другой рекой. А что это за река, кто знает? Кама, естественно. Мы улетаем все дальше и дальше и дальше. Вообще с космоса границ не видно. Нету никаких надписей, если что, с космоса тоже космонавты, если что, подтвердят. И если мы отлетим подальше, следующим пунктом нашего космического адреса мы, естественно, запишем Российскую Федерацию. И она является одной из самых больших стран вообще в мире. И вместе с другими странами они находятся в континенте. А что это за континент? Ребята, кто скажет? Евразия, абсолютно верно. А на какой высоте был Юрий Гагарин? Кто знает? Давайте сейчас посмотрим с вами. Юрий Гагарин совершил полет. И это самый первый, самый невероятный, пожалуй, космический полет. Был совершен примерно на высоте около 300, ну чуть больше 300 километров. То есть он видел планету вот таким. Естественно, кажется, как будто бы не супервысоко. Но если мы посмотрим на планету вот таким вот образом, мы можем увидеть, что фактически, да, он улетел в космос. Он был в космосе. Это был невероятно красивый и классный полет. Событие просто мирового масштаба. Также есть еще одна станция, скажем так, самая известная и самая дорогая. Так, вроде все еще самая дорогая космическая станция и в целом космический проект, который стоит чуть ли не 200 миллиардов долларов. Некоторые, возможно, знают то, что Международная космическая станция летит на высоте от 400 до 450 километров. То есть буквально вот так. Ну, недалеко от Гагарина отлетели. И, естественно, самые дальние полеты именно человека, естественно, является полет на Луну. Но мы продолжим как раз таки наше путешествие. И следующим пунктом нашего космического адреса мы запишем, естественно, планету Земля. Дальше логично рассматривать Солнечную систему в целом. Но, естественно, Земля вращается не одна. У нее есть спутница жизни, скажем так, которая вращается с нашей планетой, ну, примерно столько же, сколько и наша планета живет. Естественно, Луна. Давайте мы подлетим к Луне и посмотрим на нее. Обращали ли вы внимание, что Луна всегда повернута одной стороной к нам. То есть мы видим ее только с одной стороны. А теперь вопрос к детям. Как вы думаете, почему так происходит? Итак, Земля вращается вокруг своей оси за 24 часа. Это называется сутками. Что делает Луна? Абсолютно верно. Вращается вокруг Земли. А Луна начинает вращаться вот так. Луна должна всегда быть повернута к Земле. Итак, смотрим туда. И давай, давай, давай. Аккуратненько. Сейчас вы видите Луну спереди, сбоку, сзади, слева у боку и опять спереди. То есть Луна сделала оборот вокруг себя. Дело в том, что когда Луна вращается вокруг себя, он это делает за то же время, что и вращается вокруг планеты Земля. То есть они буквально синхронизированы. Как раз таки из-за подобного явления, синхронизация буквально, появляется вот такой вот необычный эффект, будто бы Луна никогда не поворачивается в нашу сторону. На самом деле, тут тоже есть свои нюансы. Мы видим Луну только с одной стороны, но она может повернуться нам боком чуть-чуть буквально. Это называется лунной либрацией. Это буквально покачивание Луны. И мы видим фактически не только одну сторону Луны, то есть не 50% поверхности Луны, а где-то 60%. То есть она тоже слегка покачивается. Во Вселенной нет таких понятий вот точно так, вот точно так, вот точно 50%. Такого не бывает, естественно. Когда говорят расстояние от Земли до Солнца, там 150 миллионов километров, естественно, не имеют в виду точность до километров. Точность во Вселенной соблюсти очень сложно. Но мы давайте посмотрим на Луну с обратной стороны. Вот эта часть Луны, которую мы видим, так мы, если что, можем их как раз таки отличать. Видимая часть Луны полностью покрыта огромными гигантскими кратерами. Это самые древние кратеры, и они похожи даже на океан, если издалека посмотреть. А вот с обратной стороны Луна как раз таки вот так повернемся и посмотрим. Тут уже кратеров поменьше, по размерам поменьше, естественно. А в принципе по количеству такое чувство, что их намного больше. Дело в том, что Луна выступает буквально щитом для нашей планеты Земля. То есть она вращается, составляет ей не только компанию, она буквально защищает нашу планету от астероидов, которые Луна притягивает своей гравитацией как раз таки. И упускать в нашем космическом адресе систему Земля и Луна было бы как-то некрасиво. Поэтому я добавлю этот адрес, такой подпункт пусть будет. Сколько планет в Солнечной системе? Есть Международный астрономический союз, которые признали, что планет только 8. Но некоторые астрономы, полноценные астрономы, они не совсем согласны и считают, что их 9. А что за это за 9 планета? Плутон. Абсолютно верно. В 2006 году Международный астрономический союз вывели Плутон из списка планет, скажем так, и признали ее карликовой планетой. Вообще они такой критерий написали, 4 критерия, чтобы планету называть планетой. Планета должна быть в гидростатическом равновесии. Что это значит? Она должна быть, грубо говоря, шарообразной. У нее масса должна быть достаточно огромной, чтобы она имела форму шара. Планета не должна быть спутником других планет. То есть на Юпитере есть огромные спутники, которые могли бы быть полноценными планетами, если бы они не вращались вокруг Юпитера. И еще следующий критерий, пожалуй, это очень важный и самый важный критерий, который Плутон не отвечает. Планета должна очищать свою орбиту. Но что это значит? У планеты должно быть достаточно массы, достаточно гравитационной силы, чтобы она буквально расталкивала некоторые астероиды. Даже если астероиды падают на планету, главное, чтобы ее орбита была чистенькой, скажем так, и других мелких астероидов там не должно быть. Дело в том, что Плутон не может так сделать, потому что она крайне маленькая. Но есть еще такой негласный критерий, тоже интересный. Орбита Плутона достаточно специфическая. Давайте мы посмотрим на Солнечную систему издалека. Итак, отлетаем еще дальше. И обратите внимание, вот эти линии — это линии орбит всех планет, всех восьми планет. А если мы отлетим еще дальше, мы можем увидеть уже линию орбиты Плутона. Она как будто бы крышка от кастрюли, которая вот так исказилась и падает. Бывают моменты, когда Плутон, оказывается, может быть ближе, чем, получается, последняя планета Нептун. Из-за того, что у нее очень-очень кривая нестабильная орбита, ее тоже также решили приравнять к карликовым планетам. Но споры до сих пор идут, потому что помимо Международного астрономического союза есть другие ребята, которые независимы, скажем так. Есть независимые астрономы, которые не считают Плутон карликовой планетой. Они хотят видеть ее полноценной планетой. Споры идут, споры идут. Но по факту от того, что назовем мы ее планетой или карликовой планетой, да хоть звездой назовем, факта не меняет. Плутон очень красивый объект в Солнечной системе. Давайте подлетим тогда, улетим еще дальше. Итак, мы с вами сейчас по чуть-чуть покидаем Солнечную систему. Но прежде чем мы окончательно покинули Солнечную систему, нам нужно поговорить еще кое о чем. Смотрите, мы сейчас на расстоянии около полутора световых лет. Вот эта линия обозначает один световой год. И вот вокруг Солнца образовался вот такой пузырь. Это называется облако Орта. И формально мы можем его назвать следующим пунктом нашего космического адреса. Что такое облако Орта? Прям доказательств существования облако Орта пока что нет. Она все еще считается гипотетической. То есть примерно там где-то что-то есть. Облако Орта — это массив огромного количества мелких астероидов, камушков. И некоторые считают то, что облако Орта находится буквально на границе Солнечной системы. То есть там, где гравитационное влияние Солнца минимальное. Да, это вау. Звезд в нашей галактике очень много. Мы сейчас с вами как раз-таки посмотрим на некоторые из них. Но перед этим давайте отлетим подальше и посмотрим вообще, как это выглядит издалека. Эти звезды, естественно, они симулированы, но по факту они есть. Симулированы на основе реальных данных. То есть есть координаты. Программа берет эти самые координаты и на точке этих координат рисует вот эти вот белые шарики, грубо говоря. Мы можем какой-нибудь из них подлететь. Давайте я сейчас нашу мышечку возьму. И тут звезд так много, что я могу просто случайным образом тыкнуть, и мы куда-нибудь прилетим точно. Итак, вот подлетаем. Звезды бывают разных цветов. Есть звезды голубые, есть красные, есть звезды такие белые, есть звезды прям синеватого цвета, есть звезды даже настолько красные, что они как будто бы уже переливаются в коричневый цвет, необычные цвета. Вот эта самая температура, вот этот самый цвет зависит от температуры. Красный цвет всегда мы обозначаем, что-то жарко, а синим цветом что-то похоже на снег, холодный. На самом деле в случае звезд это немного по-другому работает. Есть звезды гипергиганта, голубые гипергиганты, они очень-очень горячие. Температура у них может достигать до 50 тысяч градусов по Цельсию, температура поверхности, если что. У нашего Солнца около 6 тысяч. Подобные звезды, несмотря на то, что они огромные, очень-очень жаркие, но они живут во много раз меньше нашего Солнца и звезд поменьше. А вот коричневые звезды, это звезды, коричневые карлики называются, они супер-супер тусклые. Температура таких звезд может достигать 700 градусов по Цельсию, есть звезды 500 градусов по Цельсию. Настолько холодные звезды, это полноценные звезды. С чем это связано? Звезды, когда горят, они выжигают свое собственное топливо, свой баланс, скажем так. И чем больше звезда, тем быстрее она начинает ее выжигать. То есть температура огромная за счет того, что у нее термоядерные процессы очень сильные. То есть это довольно такая интересная притча. Если ты будешь тратить все очень-очень быстро, все будешь распрасывать свои ресурсы, то ты очень быстро заглохнешь. Но у звезд это, конечно, в пару десятков миллионов лет, у больших звезд. А если звезда экономная, такая как коричневый карлик или просто карлики, они довольно холодные, выжигают свое топливо медленно, они живут по десятке миллиардов лет. И вот как раз-таки самые древние звезды, они довольно холодные. Итак, мы покидаем этот самый пузырь из скопления звезд, и мы видим галактику. Логично, что в следующем пункте должно быть галактика Милечный Путь. Но сама галактика, она состоит из таких своеобразных рукавов. Мы находимся на рукаве Ориона. Вообще галактики имеют разных форм. Чаще всего это спиральные галактики, похожие на наш Милечный Путь. И стоит тут прокомментировать то, что вот такие снимки нашей галактики мы не получим. Нету таких снимков пока что. Это естественная симуляция. Почему мы не получим? Дело в том, что мы с вами находимся в этой самой галактике. Мы можем, стоя на этой галактике, посмотреть на другие галактики, несомненно. Но сфотографировать нашу галактику мы пока что технологии не позволяют. Для этого мы должны, естественно, покинуть галактику. Но как получают вот такое изображение Милечного Пути? Если загуглить Милечный Путь, чаще всего изображают ее вот такой вот необычной спиральной галактикой. Все дело в сравнении. Просто взяли, определили, что Милечный Путь такая интересная спиралевидная галактика благодаря тому, что у нас есть соседние галактики, и одна из самых известных — это, естественно, Андромеда. Да, абсолютно верно. Саму галактику Андромеду мы с вами можем увидеть. И, если честно, для этого даже телескоп не обязательно. Как так может быть? Дело в том, что на ночном небе Андромеда достаточно большая. Она находится в созвездии Андромеда, что логично. Смотрите, вот эта самая галактика, вот эта ширина ее, она на ночном небе нашем в три раза или в два с половиной раза больше Луны. То есть в идеальном ночном небе, где-нибудь в деревне, допустим, вы можете взять небольшой либо телескоп, либо просто этот бинокль какой-нибудь и просто посмотреть в сторону созвездия Андромеды. Вы можете увидеть легкую небольшую такую дымку. Казалось бы, ну и дымкой, и дымкой. Но на самом деле этот объект — это целая галактика Андромеды, которая находится очень-очень далеко от нас. Галактика Андромеда — не единственная соседка нашего Млечного Пути. У Млечного Пути есть еще две интересные соседки. Это, естественно, большие и малые Магеллановы облака. Это галактики неправильных форм. Почему они такие неправильные? Дело в том, что вообще эти галактики, у них масса крайне малая, и сформировать какую-то спиралевидную структуру они не смогли. Млечный Путь, большие и малые Магеллановы облака, галактика Андромеда и еще десятка других мелких галактик. Есть название общее. Она называется «Локальная группа галактик». Программа еще не настолько хорошо проработана, чтобы мы смогли сейчас подлететь к каждой галактике и увидеть каждую планету. Нет, это уже для этого мой ноутбук не получится с моим ноутбуком. Вот это все, это у нас получается галактики. И обратите внимание, когда мы были у Млечного Пути, мы с вами увидели лишь небольшую группу звезд. Дело в том, что мы, эти звезды, это не все звезды, которые находятся в галактике Млечного Пути. На самом деле их от 300 до 400 миллиардов, их очень много. То есть это звезды, которые мы с вами просто могли найти. А вот тут структура галактика описана уже немного грубо, но очень красиво, как минимум. И вот, скажите мне, из-за чего вот такое вот дыра в пространстве образуется, вот такое длинное? Посмотрите, столько у нас, очень-очень много галактик, но почему-то там есть вот такая вот дырка. Дело в том, что мы не можем увидеть объекты за рукавами галактики. То есть представим, что моя голова — это планета Земля. Я наблюдатель с планеты Земля. Я пытаюсь увидеть вас, другие галактики, другие звезды, которые находятся вне моей галактики. Если я посмотрю на вас вот так, а тут окажется рукав, я не смогу вас увидеть. Естественно, есть разные диапазоны. То есть мы можем не только глазами увидеть, мы можем узнать, что находится во Вселенной благодаря радиоволнам, инфракрасному свету и другими-другими спектрами. Но чаще всего из-за того, что просто вот эта самая рука в галактике просто вот так вот перекрывает, она работает как очень-очень шумный фон. Мы не можем дальше этого рукава пока что увидеть. Из-за этого образуется вот такая вот линия в пространстве буквально. Скопление Девы является одной из самых крупных скоплений, вообще найденных во Вселенной. Как эти скопления получаются? Дело в том, что в открытом космосе, в космосе в целом, во Вселенной даже, можно сказать, в целом, у всего, у кого есть масса, то есть у вас есть масса, у меня есть масса, у всего есть своя гравитация. То есть я сейчас возьму и улечу в космос, прям в открытый космос, там, где гравитация других звезд минимальна, других планет практически нет. Я становлюсь уже космическим объектом. И я могу начать притягивать другие объекты, которые по массе меньше меня, естественно. И вот происходит так, что некоторые галактики слияются, они образуют какую-нибудь мегагалактику. Эта самая галактика начинает притягивать другие галактики. В свою очередь они образуют вот такие вот необычные линии или даже паутину какую-то. Это, в свою очередь, образует какие-нибудь скопления. И сверхскопление Девы — одно из вот таких подобных скоплений. Вот что дальше после сверхскопления Девы? В принципе, есть еще несколько подкатегорий, которые можно назвать, но мы этим категориям пропустим и посмотрим уже на, скажем так, вселенную, которую мы знаем, которую мы можем увидеть в целом. Вот такая вот необычная форма бабочки. Это вообще все объекты, сигнал, от которых до нас дошел. Это не значит, что наша вселенная имеет форму бабочки. Это просто то, что мы с вами увидели. Что еще мы увидим, пока что неизвестно. И давайте немного пофантазируем и подумаем. Вообще, это интересное скопление называется Ланиакея или же Мегагалактика. Это скопление, гигантское скопление практически всех галактик, которые мы смогли с вами вообще обнаружить. Но Ланиакея, можно сказать, что не последний пункт нашего космического адреса. Естественно, если наши получатели этих сообщений, инопланетяне, находятся в нашей Вселенной, для них это будет, думаю, достаточно. А вдруг, давайте с вами пофантазируем, Вселенная, скажем так, не одна. Давайте мы отлетим подальше, и мы с вами увидим уже космическое микроволновое излучение. По-другому вы могли услышать название реликтовое излучение. Фактически, это фон всей Вселенной, фон неба с момента большого взрыва, то есть большой взрыв случился, сигнал, это свет, может быть, это радиоизлучение какое-то, любой сигнал улетел просто в открытый космос моментально. И вот этот шарик, фактически, то, что мы с вами просто смогли уловить. Что дальше, мы пока не знаем. Многие считают, что дальше ничего, что дальше пустота, что просто тьма, абсолютный мрак. Есть более романтические люди, которые считают то, что вот этот вот шарик является маленьким пузырьком в океане других Вселенных. Это уже, конечно, на данный момент за грани научной фантастики, но свою функцию выполняет. Оно дает пищу для размышлений. И давайте мы с вами уже по чуть-чуть вернемся на нашу планету Земля. Наше путешествие будет очень быстрое, потому что мы полетим с вами со сверхцветовой скоростью. Да, это условности, но наша программа это позволяет. Итак, мы выравниваемся на планету Земля и летим прямо обратно домой. Итак, галактики или же мегагалактика Ланиакея. А после Ланиакея мы находим с вами сверхскопление Девы. Так, теперь подлетаем к локальной группе галактики и ищем нашу с вами галактику Млечный Путь. Итак, давайте, начиная с Млечного Пути, протестируем ребят, которые меня слушали. Какой рукав? Рукав Ориона. Абсолютно верно. Давайте мы летим к рукаву Ориона и ищем что? Облако Орта. Абсолютно верно. Грубо говоря, Солнечную Систему, но перед этим мы должны посмотреть и на саму облако Орта. Итак, сквозь все звезды мы попробуем с вами вернуться. Вот и наша с вами Солнечная Система. Итак, давайте с вами быстренько остановимся и на Солнечной Системе и пообсуждаем ее тоже. Смотрите, как мы выяснили, Солнечная Система состоит из восьми планет. Пока что признано так. Итак, давайте с вами посмотрим, например, подлетим к Меркурию. У нас есть Меркурий, самая близкая к Солнцу планета, которая, в принципе, логично, что на поверхности, там, где освещено Солнце, там очень-очень жарко. Температуры просто нереально высокие, около 300 и 400 градусов по Цельсию. Так, приближаемся к ней. Но Меркурий не самая жаркая планета в Солнечной Системе. Как бы это парадоксально не звучало. Венера. А почему Венера? У Меркурия крайне разряженная атмосфера. Там фактически есть атмосфера, но ее, она настолько сильно разряжена, она настолько неплотная, что можно сказать, что ее нет. Нет. Атмосфера у планет играет очень важную роль. Есть закон термодинамики, который, в принципе, гласит то, что из одной системы тепло может переходит в другую, и эта система уравновешивается. То есть, если я поставлю сюда какую-нибудь грелку, она посылает очень горячий воздух, и рано или поздно вся наша система, то есть вот эта самая комната, разогреется. Ну, в зависимости от мощности грелки, конечно. Атмосфера, она буквально передает это самое тепло. Но из-за того, что у Меркурия нет атмосферы, она разогревается, с одной стороны, очень сильно. Это тепло не может перейти на обратную сторону, и она буквально охлаждается. С обратной стороны, она очень холодная из-за этого. Но Венера же — это уже немного другое. Есть гипотеза, что Венера, когда-то давно, пару миллиардов, может, или 3-4 миллиарда лет назад, когда она была достаточно юной, была обитаема. Звучит прям вау, фантастически немного. Вряд ли там какие-то цивилизации или космические корабли летали. Нет, самая типичная, самая какая-нибудь элементарная жизнь — микробы, небольшие растения и подобное. Вообще Венера очень похожа на нашу планету. На ее поверхности очень много рек. Есть такие низины, скажем так, которые напоминают океаны, земные океаны. У Венеры есть полярные шапки, похожие на лед. Но есть большое отличие у Венеры — очень плотная атмосфера. Очень красивая такая история про Венеру. То, что, если окажется правда, то, что там была какая-то элементарная, даже если элементарная, но жизнь, у нее прям трагичная история. То есть она фактически жила, была очень красивой планетой, как планета Земля. Но случилось то, что, в принципе, могло произойти с любой планетой, у которой есть активное ядро, рабочее, скажем так, ядро и плотная атмосфера. Венера буквально начала извергаться вулканами. Но из-за толстого слоя атмосферы она не могла выбросить это самое тепло. Она буквально завернулась в огромную фольгу и сидела в этой печке буквально. И по чуть-чуть уже начало разогреваться. Поверхность планеты Венера раскалена до 450 градусов по Цельсию. Она очень сильно раскалена. И она раскалена за счет как раз-таки атмосферы равномерно. То есть повсюду у нее очень жарко. Естественно, есть полярные шапки, очень-очень небольшие. Там слой атмосферы крайне тонкий. Из-за этого как раз-таки там может быть лед. Лед — это не тот лед, который мы обычно добавляем в какие-нибудь напитки, естественно. Это жидкость какая-то, может быть и вода с премесями. Но в любом случае температура там крайне низкая, чтобы образовался хоть какой-то лед. Итак, Меркурий, Венера и наша с вами планета Земля. Мы к ней как раз-таки в конце вернемся. А вот есть еще и красная планета — Марс. Как бы это наивно ни звучало, но в детстве я думал Марс. Она красная, потому что она горячая. Как оказалось, нет. Чуть позже мы поняли то, что... Я понял, по крайней мере, то, что Марс просто красная, потому что она красная, потому что в ее песках огромное количество железа, и поэтому она такого красноватого оттенка. На самом деле она достаточно холодная. И несмотря на ее крайне сложную атмосферу в целом, то, что там очень сложно жить, несмотря на это мы стремимся туда, еще с советских времен, на Марс. Есть лозунг на Марс, и до сих пор очень много крупных компаний как раз-таки пытаются улететь на Марс. Марс схожа с планетой Землей. Вообще, Меркурий, Венера, Земля и Марс входят в планеты, в Солнечной системе планеты, земной группы так называемые. Это планеты с твердой поверхностью, похожие на нашу планету Земля. Тут ничего удивительного нет. А вот что дальше Марса? Пояс астероидов. Абсолютно верно. Место, где обитают астероиды, называется пояс астероидов. Это огромное количество камней. Это буквально остатки Солнечной системы, когда она еще образовывалась. Пояс астероидов — это сухие буквально камни. Если мы полетим дальше, мы с вами уже можем увидеть Юпитер и Сатурн — так называемые газовые гиганты. Газовые гиганты называют не просто так. Есть ли у них поверхность, твердая поверхность или нет, мы пока что не знаем. Есть и ледяные гиганты — это Уран и Нептун. Это очень-очень холодные планеты. Итак, ну что ж, мы по чуть-чуть уже приземлимся на нашу планету Земля. Я включаю выравнивание и подлетаем к Земле. Итак, Земля — пункт адреса, в который мы остановились. Куда мы должны лететь теперь? Система Земля и Луна прошли, Земля и теперь Казань. Так, это Казань? Нет, это не Казань, это Америка. А это Казань? Нет, это Африка. Нам надо чуть-чуть севернее. Итак, теперь, чтобы наша посадка была более безопаснее, я выключу выравнивание, и мы полетим и будем искать Казань. Как найти Казань с космоса? Посмотрим на вот это вот самое море большое. Что это за море? Каспийское море, абсолютно верно. Если от нее чуть севернее полететь, мы можем увидеть, что она либо к ней, либо от нее вливается огромная длинная река. И вот как раз-таки на пересечении реки Волга и Камы мы с вами находим нашу с вами республику Татарстан. И давайте совершим посадку. Так, надеюсь, вас не укачает. Тут будет сложно. И все отлично. Давайте мы совершим с вами посадку где-нибудь... Ну, как всегда, мы совершаем посадку около чаши. Очень-очень красивое место. И вот так. Глубоко в воду не надо. Вот так сделаем. Ну что ж, спасибо большое за ваше внимание. С вами было очень интересно. Субтитры сделал DimaTorzok